Сборная команды Израиля. Ну и эту оценку мы уже с вами видели. Второй раз нам её показали. Сейчас нам показывают судьи. Вот я вижу судьи из Израиля, судьи из Эстонии. Очень близко сидят судьи к зрителям. Что не совсем правильно. А вот опять Эстонская гимнастка. Да, Ирина Кикас. Интересное начало. Вот мы слышим классику в очень интересной обработке. И очень интересное было выполнение фоэте с прямой ногой. Это пируэт в нижнем равновесии. И каскад бросков, посмотрите. Равновесие броски в прыжках. Мельница. Посмотрите, как виртуозная гимнастка работает булавами. Они у неё ни на секунду не останавливаются. Надежда, вот если проводить некий социологический опрос среди гимнасток, какой самый нелюбимый предмет, на ваш взгляд? Самый коварный. Вот Амина Зарипова, допустим, утверждает, что для неё самым неприятным были ленты. Ну, ленты сложны, предмет сам по себе. Всё-таки 6 метров, и они ещё мягкие. Да, а вот булавы, которые надо всё время ловить за тонкую часть. А вы знаете, самое интересное, что булавы – любимый предмет. А вот нам сейчас показывают болгарского тренера. У неё берут интервью. Это Мария Гигова. Да, это вот та самая легендарная чемпионка мира Мария Гигова. Президент Федерации Болгарии художественной гимнастики. Вот я сейчас продолжу разговор о булавах-то. Что когда малыши приходят в зал, вот им даются сначала скакалочки, потом обручи, они всегда ждут с нетерпением именно булавы и ленты. Вы представляете? Вот детская психология. А ведь булавы – такой коварный предмет, что от них остаются и синяки даже на детских ладошках. То есть, если гимнастка неправильно ловит булаву жёсткой кистью, то остаётся синячки. И это очень больно. И тем не менее, они очень любят булаву. Да, видите, как наказали сборную Азербайджана за вот эти три падения. Да, оценка очень низкая. Три потери скакалок. Сейчас я помню, что я гимнастка вышла. Посмотрите, какой у неё интересный костюм. У неё купальник вместе с колготками. Это допускается по правилам. А вот сейчас она сделала равновесие в кольцо, но это была ошибка. А иногда она была коснуться головы и удержать. И не удержала. Значит, купальник с колготками допускается, а вот такие потери не допускаются. Вот три мелких потери у неё были в предмете. И прямо в самом начале упражнения. Сейчас гимнастка, когда она просто собраться, все свои силы воли в кулачок и сделать упражнение до конца. И очень хорошо должна его сделать, чтобы получить достойную оценку. Да, как-то без огонька уже она продолжает своё выступление. Помним с вами, да, вот эту турецкую девочку Бенешли, которая даже с ошибками, но улыбка на пол лица была. Я думаю, это характер. Это должен быть характер, бойцовский, хороший, такой сильный характер. Гимнастка закончила без музыки. Хорошо выполнила пируэт, но перешла на бедро и без музыки. И это сейчас судьи, думаю, увидят всё. Думаю, что уже увидели. Да. Да, мы с вами смотрим. Сборная команда Болгарии выиграла соревнования со скакалками. На втором месте Израиль. И на третьем были японки, да? Угу. Пока, пока... Нам показывают все ошибки японской гимнастки. Пока болгарские спортсменки выступают... Видите, подряд, подряд, мелкие, но это ошибки всё равно. Да, болгарка без сопротивления пока. На бедро упала. Ну вот, вот и юная турчанка. Да. Девиши. Посмотрим, как она сейчас отработает свою часть, свою программу. И вновь, посмотрите, улыбка до ушей. Сейчас булава во время броска разлетелись, но она молодец. Она смогла поймать. И вот сейчас хорошая ловля была. В акробатический элемент. Сложнейший элемент турля. Это очень сложный элемент. И она выполнила очень хорошо. Простиночка, простиночка просто. Ой-ой-ой-ой-ой, как жалко. Сейчас, отъеду, плохо было видно. Мне казалось, гимнастка вышла за площадку. Она наступила на красную линию. За это её могут снять. Потому что у нас чётко определена площадка. 13 на 13 метров. И гимнастка должна вполне помещаться со своей композицией на этой площадке. 139 квадратных метров. Что-то гимнастка встала на одном месте. И часть его упражнения буквально не сходила с одного места. Всё топталось. Ну, вот смотрим оценку. Оценка Елизаветы Паисевой. 17. 225, да? Да, высокая очень оценка. Ну, всё равно довольна. Молодец. И тренер довольна. И правильно делает, что не акцентирует внимание на ошибках. Абсолютно правильно. С точки зрения педагогики, не травмировать юную спортсменку. Всё исправим. У этой девочки ещё всё впереди. Конечно. Ну, вот лидер по всем статьям и показателям Симона Пеичева на этих соревнованиях, естественно, я имею в виду. Сложное такое сейчас было перекладывание булав. Ой-ой-ой. Сейчас потери. Тоже небольшая, но это потери. И вновь. Ладно. На ловле. Причём булава выпала из руки. Два пируэта. Вот сейчас были выполнены два кувырка и ловля без руки. То есть она второй булавой поймала на полу другую булаву. От Олимпийских игр, если мне память не изменяет, от Олимпиады к Олимпиаде какой-то из видов отсутствует, да? Да, чтобы красочное было зрелище, а ходочная гимнастика это всё-таки красочное зрелище, чтобы интересно было и гимнасткам, и судим, а тем более зрителям, то один предмет убирается. Но он не на листику убирается, а на два года. Вот сейчас в юниорской программе уходит такой предмет, как ленточка. Потому что в следующем году у юниоров будут групповые селенты. И в следующем году нас ждёт детская Европа. И что будет отсутствовать на Олимпиаде у нас? А вот туда сейчас надо посмотреть. Сейчас придут новые правила, придёт новое письмо с ФИЖи, и мы это уже всё точно узнаем. Я просто говорю про то, что уже известно про юниоров. Наши ближайшие крупные соревнования – это детское первенство Европы, которое будет проходить в мае месяце 2009 года. Но у мастеров сейчас будет упражнение с мячом, которое они, вот видите, не делают нам. Следующее исполнение – Николай Упреев, Астрия. У них не будет булав. Ну вот, Николь Рупрехт, спортсменка из Австрии. Использовала ковёр в качестве барабана. Но это разрешает, эти движения называются пастукивания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сильная музыка, а гимнастка очень осторожненько двигается. Я бы даже сказала, не музыкально. Потому что есть сильные такие музыкальные акценты. А я знаете, на чем поймал себя? Извините, что я вас перебиваю. Возникло ощущение, что в той ситуации, когда можно было бы, наверное, движение продолжить, там сделать один прыжок-два, она ограничивается одним. Да, вы все правильно увидели. К сожалению, это такое бывает иногда в гимнастике. И тоже это обязательно должны заметить, судя по артистике. Это тоже оценивается. Это называется взаимодействие гимнастки и музыки. 14,8 оценка Рико Анакудо. Японки. Но мы видели с вами, что целый ряд ошибок был, очень серьезных. Это даже, наверное, знаете, не столько нежелание рисковать, сколько еще недостаток мастерства и опыта. Да, и опыта, да. Это все придет. Потом это большие соревнования, это этап Кубка Мира.